Мы поговорим о гастрите. Дело в том, что более половины населения земного шара больны гастритом. Люди считают, что это совершенно нормально, когда у человека есть воспаление желудка. На самом деле это не так. Я приглашаю в студию героиню нашей рубрики Галину Селезнёву. Здравствуйте, Галя. Молодая, красивая девушка. А у вас подозрение на гастрит, да? Да. Что у вас конкретно, боли? Боли в животке, да. По утрам. По утрам. Давайте поподробнее. Они у вас появляются натощак? Ну да, натощак. После еды усиливаются или наоборот становится меньше? Вы знаете, когда я поем, если начинаю очень быстро двигаться, сразу усиливается боль. Есть ли у вас изжога? Ну, как-то не замечаю. Отрыжка после еды? Нет. Нет. Чувство распирания в животе? Бывает иногда. Перед началом программы мы нашу героиню отправили на обследование в Академию Сеченова. Должен сказать неудешительную новость. У вас действительно гастрит. И как это выглядит, мы с вами сейчас можем увидеть на экране. Это результаты эндоскопического исследования. И они показывают, что в антральном отделе вашего желудка есть покраснение, вот в самом низу, на границе с кишечником. И есть заброс желчи из 12-перстной кишки в желудок. То есть это еще один дополнительный поражающий фактор. Вот такая печальная картина. Вы ожидали такую картину увидеть? Нет, такую не ожидала. Давайте разберемся, как вы питаетесь. Вы едите много острой пищи? Нет. Вообще не едите? Очень редко. Так. Этот фактор можно исключить. Может быть вы постоянно употребляете какие-то кислые продукты? Лимоны. В большом количестве? Раньше, да, очень много его лимонов. Нет, а сейчас? Сейчас меньше. Поскольку сильных кислот вы в последнее время не употребляете. Острой пищи практически не едите. Остается еще один вариант. Это гастрит инфекционный. И здесь особую роль играет такая бактерия, как хеликобактер пилори. Как она попадает к нам внутрь? Она может попасть совершенно разными путями. С едой, при поцелуях. Она может даже передаться от мамы к ребенку. И эта бактерия может вызвать поражение слизистой желудка. И мы перед началом программы провели небольшое исследование. Насколько распространена эта бактерия среди наших зрителей? Внимание на экран. Это что происходит? Происходит так называемый хеликтест, который показывает, есть в организме человека это бактерия или нет. И как следствие, расположен он к развитию инфекционных гастритов, либо нет. Результатом такого теста, если в организме наличествует данная бактерия, является специфическое посинение индикатора. И в данном случае, проводя исследование, мы обнаружили, что из пяти обследуемых трое имеют хеликобактер пилори в своем организме. Ну что себе, это больше половины получается. Больше половины. Давайте посмотрим, как эта коварная бактерия выглядит. Вот эта бактерия, она попадает в верхний слой слизистый и создает вокруг себя такую защитную среду, которая не позволяет желудочному соку ее разрушать. Когда эти бактерии начинают размножаться, они поражают верхний слой слизистый, разрушают его, и в результате возникает сначала гастрит воспаления, а после этого может возникнуть и язва желудка, которая в дальнейшем может привести к развитию рака желудка. Я хочу обратиться к нашему эксперту. У нас в студии врач-гастроэнтеролог Эмилия Прохорна Яковенко. Добрый день. Эмилия Прохоровна. Ну скажите, как бороться с этой коварной бактерией? Первое, надо тестироваться. Обычно заражаются в возрасте 5 лет. От заражения до появления симптома проходит какое-то определенное немое время. То есть человек не чувствует этой болезни. Но появление болей уже это точно свидетельствует о воспалительном процессе. Само лечение гастрита, именно вот этого инфекционного, как оно протекает? Исключительно антибактериальное средство. Огромная ошибка людей, которые пытаются травами лечиться. Это абсолютно противопоказано. Это минимум 2 антибиотика. Минимум. Потому что бактерия очень устойчива к антибактериальным препаратам. И поэтому менее чем 2 не используется. На протяжении какого времени надо лечиться? Минимально 7 дней. Спасибо вам большое. Гарин. Но вы же можете из своего плотного графика выбрать 7 дней и вылечить этот коварный гастрит. Могу. Мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам на программу. И за смелость. Спасибо вам большое. Спасибо. Доктор, но все равно какая-то нота оптимизма есть. Безусловно. Это заболевание, оно опасно, но оно излечимо. Его можно обнаружить, его можно вылечить. И значит необходимо это делать. Мы говорили о...